Когда подключу сцепление, станет все понятно. Пока что непонятно, как оно здесь вращается и как переключается. Я такого никогда не видел. Это двигатель. Ребята, всем гигантский привет. Итак, стартуем первую посылку. Посылка от очень неожиданного человека. Зовут Алексей Ивашо. Ребята, интересно очень. Открываем. Сразу видим какой-то коробчун с какой-то посыпкой. Давайте рассмотрим это немного попозже. Тут поразительные вещи. Это скотч зеленый. Такого у меня еще не было. У меня есть от Алексея вот такой золотистый красивый скотч. Это высокотемпературный каптоновый скотч. А этот скотч, как я понимаю, он применяется для анодирования. А точнее для защиты от анодирования. Если нужно что-то защитить, чтобы не покрылась оксидной пленкой, мы должны использовать этот скотч. По-моему, как-то так. Здесь у нас восхитительная краска для анодирования. Очень качественная, мне она очень понравилась. Ну вот так красит зеленая. Как вот эти красят, мы увидим, я думаю, по-любому. Дальше у нас титановая проволока. Это тоже для анодирования. А это у нас не тянул. Это проволока с так называемым эффектом памяти, как я понимаю. Я все хочу опыты сделать с этим материалом. Но пока не придумал, как бы так интересно снять видос. Хотелось бы видос про вот это все снять. Это у нас лезвие. Так, что-то оно как-то туго очень открывается. Вот оно, видите, ребята, это лезвие очень острое. Специально предназначено, чтобы вот в качестве лезвия и пользоваться. Надеюсь, надолго хватит, потому что экономлю. Далее какие-то болванки. Чую, что это металл. И вот еще. Так, ну это я знаю, что такое. Это керамическая бумага. Интересно, насколько она хрупкая. Не хочется вскрывать, потому что можно очень сильно после нее начать чесаться. А вот здесь вот есть какой-то скрытый участок. Ну, в общем, эта штука годится для прокладочного материала сверх высокотемпературного. 1260 градусов Цельсия. Ну, как бы шамотный кирпич, я так понимаю, гораздо больше держит. По-моему, до 1600. Но 1260 тоже не хило. Металл мы очень любим здесь на канале. Это просто праздник какой-то, когда приходит металл. Да, вот это крутой металл. Алексей покупал его как бериллиевую бронзу. Вроде бы похоже. Ой-ой-ой. Колокола можно отливать с нее. У меня есть тоже бронзяка с подозрением на бериллиевую. Вот она какая, но видно, что она вроде бы как немножко другого цвета. Но вот эта палочка, она нереально жесткая. Коленку я ее согнуть не могу. Хотя здесь всего лишь, по-моему, 10 миллиметров. Поэтому я ее как-то в ранг бериллиевой бронзы посвятил. Надеюсь, это так. Это пластиночка твердого сплава. Я как-то проводил опыты с таким материалом. Карбид вольфрама. Вот оно друг об друга, видите, не царапается. Ни то не царапается, ни то не царапается. Это тоже карбид вольфрама. Пластина твердого сплава. Вот так вот можно целиковый твердосплавной отрезной резец сделать. Хотя он будет хрупкий. Интересно, вот так бы я смог сломать? Не буду пробовать, друзья. Крайне жалко. Классная вещь. Вот может быть куда-то пригодится. Так, ну и еще какая-то болванка. Это тоже для анодирования. С Америки до нас дошел свинец в целости и сохранности. Осталось посмотреть, что в этой коробочке. Огромная куча ходовых и не очень пластин. Больше всего поразили вот эти пластины. Это керамика. Обратите внимание, какие они толстые. Обычно пластины раза в два тоньше. Это для какого-то, я не знаю, безумного станка. Для безумной мощи. И еще поразили вот эти пластины отрезные. Made in Germany. Видимо очень-очень качественные. Но они очень широкие. Мой станок такие не очень. Но может. Особенно по какому-нибудь алюминию или еще что-нибудь подобное. Ну или на малых оборотах, как обычно. Как всегда, гигантское спасибо. Это бесценные презенты. Ах да, забыл вот это распаковать. Ребята, тут наша тема. Это маленький насос для реактивных двигателей. Будем пользоваться по-любому. Классно. Впервые вижу, что вход большего диаметра, а выход маленький. Сделано очень грамотно. Почему же они так дорого стоят? Ребята, ну почему? Почему такие цены на них гигантские? Спасибо, Алёша. Аж дыхание сперло. Это действительно, ребята, не дешевая, но очень нужная вещь. И еще одна сверх долгожданная посылка. Кто давно на канале помнит, как я мучился с комплектующими для турбостартера. То у меня лопатки не хватало. Пришлось наваривать. То подшипники ржавые. Родных подшипников не удалось найти даже с помощью Алексея, ребята. Но мы поставили аналоги, все нормально работало. Ну и не менее важно, естественно, это топливный насос. Я устанавливал последовательно два автомобильных насоса. Но вот в крайний раз, когда мы на Бэхе ездили, я уже почувствовал, что тяга упала. Что-то там с этими насосами произошло. Потому что никто, наверное, до меня с автомобильных насосов 15 атмосфер не выжимал. Они вообще-то рассчитаны на 3-4 атмосферы. Это нормальный рабочий режим для них. Но вот здесь, друзья, вот здесь, в этой посылке у нас есть все. Абсолютно все для нормальной жизни турбостартера ТС-21 либо ТС-20. Пришла она от Андрея. Давайте-ка мы посмотрим, что же здесь интересного. Во-первых, это нормальный живой ротор с целыми лопатками. Ничего здесь ни капельки нигде не подгорело. Все здесь просто в отличнейшем состоянии. Есть вот непонятная какая-то субстанция такая же, как и в ГТД 350. Но в остальном даже вот здесь нет нагара. Все отлично и просто шикарно. Кстати, я заметил, что здесь тоже есть синева. Видите, эти заводские агрегаты тоже немного подгорают. Тоже тепло проходит у них от лопаток аж в самый центр и доходит до подшипников. Потому что подшипник стоит вот как раз таки вот здесь. Нужно будет конечно вал проверить набиение. Но я думаю здесь все отлично, все нормально. Тем более, что в этой посылке есть не только лишь это и не только лишь это. Что это такое, я немножко позже расскажу. А еще есть те самые неуловимые подшипники. Вот они, ребята. Наконец-таки они у меня в руках. Честно говоря, мне аж не верится. Алексею, наверное, тоже не поверится, когда он их увидит. Потому что не смогли мы их найти. Мы нашли от Харлея какого-то заменитель. То есть тоже роликовые подшипники такого же размера. Но вот именно тех самых подходящих мы не нашли. Вот это шариковые, которые стоят спереди. Такие оказалось легче найти, но за безумные деньги. Это просто золото Маккены какое-то. Андрей, я просто в шоке. Гигантское спасибо. Реально золото Маккены. Негде взять такое, ребята. Вот ни за какие деньги не найдешь. Особенно вот эту. И у меня, представляете, две пары на два двигателя. Вот они. Видите? Роликовые подшипники. Просто фантастика нереальная. Всё чистенькое. Всё в консервации. Видите? Обмотано проволочкой. Всё окей. Так как у меня два турбостартера, можно их два и собрать в работу. Потому что с лопатками теперь полный порядок. С подшипниками тоже стопроцентный полный порядок. Конечно же я оставлю спереди те американские с керамическими шариками. Потому что они получаются более современные, чем вот этот вариант. А роликовые заменить современным нечем. Придется использовать вот это роликовое, которая даже супер ржавая. Неплохо работает. Движок не разлетелся. Всё прекрасно, всё хорошо с ним. Ну а это, друзья, вообще очень крутая и я вам скажу мега дорогая вещь. Я такое, честно говоря, находил в продаже. Мне бы могли бы выслать за 70 тысяч рублей, по-моему, или за 90 тысяч. Вот такую штуковину. Это тот самый насос, тот самый аппарат запуска турбостартера. Да, вот именно он как раз таки и отключает его через 50 секунд, насколько я понимаю. Может быть, кстати, даже он сам перегревается и его нельзя дольше включать. Возможно даже такое. Но если он греться не будет, можно его модернизировать на долгую работу. То есть не в полную мощность, например. Чтобы турбостартер мог работать спокойно, кушать керосин и вырабатывать энергию, тягу, там всё что угодно. Можно заузить сопло, то что у меня есть. Оно, честно говоря, великоватое, потому что температура низкая. Должна быть немножко повыше она всё-таки. Соответственно тяга подымется. В общем-то какие-то такие дела. Честно говоря, я каждый раз от этих ваших подарков в нереальном шоке, нереальном ваффе. Ну и ещё одна посылка гигантская, друзья. Очень огромная и очень тяжелая. 70 килограммовая от Алексея. Основное здесь... Сейчас увидите что. Так, ну вот это как раз таки к основному относится. Это алюминиевая плита. Мне кажется, если я её сейчас открою, просто в обморок можно упасть будет. Но это ещё не самое такое эпичное. Это, ребята, Харлеевская коробка переключения передач. Вот она здесь вот так вот лежит скромно. Она новая. Мы почему-то с Алексеем решили, что она мне надо для будущих проектов. Теперь стоит призадуматься, что же сделать с этим всем. Потому что тут полный комплект и всё абсолютно новенькое. Есть все шкивы, все ремни и сцепление. Видите, вот это вот к сцеплению дело относится. Это основной шкив, который на колесо ставится. Всё здесь Алексей подобрал под ременную передачу. У меня слов нет, просто никаких абсолютно. Давайте выложу сейчас всё, рассмотрим. Вот как это всё выглядит, ребята. Всё это детали трансмиссии мотоцикла Харлей Дэвидсон. Ну а это основная коробка переключения передач. Основная фишка здесь в том, что можно использовать трансмиссию отдельно. Коробка передач не встроенная в двигатель, как обычно это бывает. И можно её куда-нибудь, хоть куда, хоть машинку с неё делать. Хоть, например, что-то реактивное. Переваривает она до 150 лошадей. Интересная, конечно, система. К этому валу присоединяется сцепление. Ну а сюда передаётся крутящий момент от двигателя. Когда подключу сцепление, станет всё понятно. Пока что непонятно, как оно здесь вращается и как переключается. Вот нейтралка. Это уже включилась какая-то передача. Это следующее. Взято всё это добро было даже без особой чёткой цели. Куда использовать? Можно сказать, что на будущее. Потому что осенило просто. Давайте посмотрим, что тут Алексей нам ещё прислал в подарки. Здесь у нас различные флюсы. Будем ещё с этим активно разбираться. Есть для плавки алюминия и для плавки ещё чего-то. Алексей обещал помочь с этим делом, помочь разобраться. Далее ещё какое-то гигантское количество пузырьков для покраски при анодировании. Это, конечно, очень и очень ценные штуковины. Найти краску для анодирования, как оказалось, качественно очень и очень непросто. Это я передам своему другу. По-не нашему написано. Даже не пойму, что это такое. Требует разъяснений. Это я знаю, что такое. Это термоизолирующий герметик до 2000 градусов фаренгейта. Видите, человек швы на печи заделывает. Классная вещь. Пригодится, когда мы будем делать печку для плавки либо для горна. Давно обещаю. Да, ребята, но у меня много всяких проектов, всяких различных дел. Поэтому обещаю много. Что-то одно начинаю делать и это затягивается на месяц. Это какая-то станочная смазка для работы с алюминием, я так понимаю. Различные плашки для нарезания резьбы ценных пород дерева. Просто огромное количество. Жалко, не подписано оно всё. Я так кое-что понимаю. Ну вот здесь подук написано. Подук я и так угадал. Вот это я тоже знаю, что такое. Это одно из самых дорогих пород дерева в мире. Это снейквуд, ребята. Змеиное дерево, видите какое? Тоже что-то крутое. Черное дерево. Ох, сколько же всего. Бубинго. Да, бубинго это вещь. Всё это требует обработки. И только тогда дерево начинает играть красками. Но вот это я смотрю и без обработки круто выглядит. Вот оно каким-то воском покрыто. Чтобы не пересыхало видимо там и так далее. Тут ещё куча всякого разного есть. Есть, например, набор присланный Алексеем. Алексей обзаботился о том, как это я так работаю с эпоксидной смолой без специальных принадлежностей. Видите? Это специальные стаканчики силиконовые, к которым эпоксидка не пристает. Здесь какое-то неимоверное количество всякого разного мелкого инструмента. Круточки из латуни либо бронзы. Это винтики, наборы. Куча-куча-огромная куча пластинок для металлообработки. Видите, какие фасонные резчики канавочные. Здесь различные метчики, сверлы, фрезы моей любимой фирмы. Раньше я и не знал о существовании такой. Но вот теперь она у меня любимая, ребята. Потому что очень качественный инструмент. Фирма Kodiak. Далее опять пластины. Кстати, классные пластины. Лёша просил поделиться с Олегом пластинами. Поэтому так мы и поступим. Нужно делиться обязательно. Супер! Надо работать! Надо токарить! Срочно! Про ту коробочку еще, конечно, можно было бы порассказывать. Про каждую пластинку в отдельности. Но мы пойдем дальше. Посмотрим, что у нас вот здесь. Похоже, что это круга на точильной станке. Это Алексей тоже просил передать Олегу в подарок. Что я непременно сделаю? Видите, два круга. Конечно, тут одних только трудов. Чего стоило собрать эту посылку? Сбить ящик? Ребята, вы представляете? А чего стоило ребятам отправить станок вот этот? Фрезерный тоннус 150 весом. Это тоже дичь, просто дичайшая. Про станок уже было отдельное видео. Друзья, шок, как всегда. Ребята, приехала посылка от Димы. Вон она в самом дальнем углу. Вдалеке, да? Тяжелая сильно? Неожиданно как-то все произошло. Не можем даже штуковину эту сдвинуть. Даже втроем. Очень тяжелая. Вместе с машиной едет. Так, ну вот оно и дома. Это, ребята, генератор. Как раз таки вот вселенная услышала, видимо, то, что у нас со светом беда. Дима отправил такой аппарат гигантский. На 10 киловатт три фазы. Я в шоке. Давай посмотрим. Вот такой вот агрегат, ребята. Дизель. Аккум. Все на месте. Запускать я не знаю как его. Надо, чтобы меня немного проинструктировали. Потому что тут дело такое серьезное. Там еще электронику какую-то Дима прикрутил к нему. Вон он смеется. Друзья, ну вы видели, как мы его подымали? Каким интересным способом. А тут оказывается вон что есть. Да, ну и такое бывает. Может быть и неплохо. Хотя тут, по-моему, прям крючком можно было его. Да? Хочу вывести трубу на улицу и запускать его при необходимости. Вот это вот похоже, что даже варить можно. Многофункциональное устройство, ребята. Вот это счастье привалило. Я в шоке. Полетели дальше. А дальше у нас очень интересный и неожиданный пакет от Владислава из ДГТУ, друзья. Я и сам учился в ДГТУ, поэтому для меня это очень знаково. В общем, здесь инструмент металлорежущий. Фреза. Классно. Также вижу кулачки. Интересно, бывают ли такие случайности? Есть у меня патрон. Мне его подарили мои друзья, которые тоже из ДГТУ. Как-то так получается. Что-то мне подсказывает, что вот эти обратные кулачки... Не, не подсказывают. Не подходят они. Они слишком широкие. Закручиваем обратно. Крутим обратно и на полочку. Не знаю, от какого патрона эти кулачки. Но кулачки я очень люблю. Качество хорошее. Может быть даже это от польского патрона. Смотрим, что еще тут у нас интересного. О-хо-хо! Конус. Может быть это твердосплавная здесь шишечка? ВК-8. Ребята, как классно. Это четвертый конус такой же, как и у меня. И это жесткий центр. Классно. Комплект, так сказать. У меня такого нет, поэтому очень даже пригодится. А так как он со сплавом ВК-8, вот здесь, это очень круто. Потому что обычные, сами понимаете, быстро изнашиваются. Ну и развертки интересные. Используются не часто, но их нужно гигантское количество. Потому что нужен выбор. Положу в мешок с развертками, а точнее в коробку. Вот и рассмотрим, что за резцы здесь. Опять же, резцы очень интересная тема для токаря. Быстрорежущая пластина приварена. Вот это под мой станок подойдет. В общем-то оно все подойдет. Посылка была очень неожиданная. Передали через друга. Владислав, гигантское спасибо. Постараюсь все пустить в работу. Еще две коробочки, ребята, от Евгения. Евгений проездом за пять минут мне их завез. И поехал дальше. Не успели даже пообщаться. Очень-то даже и хотелось бы. Скотч. И мы посмотрим на это богатство. Аппаратура, ребята, радиоуправление. Написано футаба. Все. Походу футаба у меня теперь есть. Футаба 2,4 гигагерц. На батареях. Это такая простая радиоаппаратура детская. Тут я смотрю, еще одна аппаратура лежит. Винты какие-то гигантские. Двадцать дюймов деревянные. Далее трехлопастные винтики. Все, нульц. Мотор у нас здесь интересный. Можно мою пилотаж поставить на маленькую. На 40 ампер регуль. И вот это дело должно там прекрасно работать. У меня чуть меньше моторчик стоит. Тяги не хватает. Можно будет вот этот поставить. Радиолинк. Похоже, тоже новая. Здесь вот даже пленка осталась. Она получается сколько? Четыре, пять, шестиканальная, наверное. Села батарея, я думаю, уже все. Ей капец. Смотрим, что дальше. Так, это... Ух ты! Это передатчик. 600 милливатт написано. Это довольно-таки мощный передатчик. Это FPV аппаратура. Это то, чем сейчас я вплотную занимаюсь. На какой-нибудь коптер так точно пойдет. Вот это дело. И я тут краем глаза вижу регуляторы и прочая тематика для FPV. Вот они, регуляторы. Раз, два, три, четыре. Фирмы Хобби Винг. Я очень люблю эту фирму. И покупаю мощные регуляторы постоянно. Опять винты, пропы. Ого! Ничего себе тут шаг. Он что так, что так. Ничего себе! Вот это винт и вырезано. Так, еще что-то вижу. Похоже, приемник для радиолинка. Для вот этой аппы. Можно что-нибудь законнектить на нее. Далее у нас тут батарея есть на 1525C. Невздутая, хорошенькая, классная. Куча, куча просто гигантская каких-то кнопок. В тюнинге авто используется. Раз, включаем закись. А вот так выключаем. Еще одна батарея на 1500. И вижу какие-то зарядки. Так, коробка. О боже, опять винты. Целая коробка винтов. Вот это шок. Да, столько винтов. Давно я не видел сразу. У меня примерно столько же винтов накопилось за все время. Вот такие я хотел покупать. Это 5 лопастные для маленьких дронов. Мне кажется, вот эта вторая коробка сейчас нас удивит гораздо больше. Потому что там должны быть моторы. Так как здесь лежат вот такие винты, я подозреваю, что там и моторы будут соответствующие. Ну а здесь куча сервоприводов. Это без преувеличения скажу просто роскошь. Хорошие сервы мега дорогие. И мега не хочется на них тратиться. А тут вот они как раз таки, как я посмотрю, хорошие. Даже вот футаба есть. Футаба. Так, раз, две таких сервы. По названию они правда разные. Не знаю, насколько это критично. Одна 155, другая 351. Не знаю. Мягенькая такая. Футаба есть футаба. Похоже, моделизмом не судьба завершить заниматься. Потому что все только прибавляется. Золото Маккены. Спасибо вам, ребята, за все, что делаете для развития канала. Стараюсь развиваться. Может быть даже опять выйду когда-нибудь на выход, на частый выход видео. Сейчас как-то заморозилось, затормозилось немножечко. Постараемся. Так, газолин энджин мануал GT35. 35-кубовый мануал. Похоже, здесь этот двигатель лежит. Это что такое? Друзья, это двигатель тоже. Четырехтактный причем. Правда, я не знаю, вот он бензиновый или нет. Что-то я вообще не могу понять, что это такое. Я такого никогда не видел. Это двигатель. Видно, вот здесь что-то вращается. И там что-то вращается. Видно, что глушитель прикручивается вот сюда. Чувствую я, что надо будет скоро делать обзор на этот двигатель. Потому что он какой-то мега интересный, мега уникальный. Штуковина какая-то есть. А её куда? Неужели вот сюда? Да как же так, ребята? Никогда такого не видел вообще. Проштудировал немножко, что это такое. Как я понял, это английский двигатель четырехтактный. И как я понял, он наметанули. Вот калильная свеча зажигания. Система здесь не простая. Здесь внутри есть редуктор один к двум. Сюда же и винтик пристраивается. И получается винтик в два раза медленнее вращается, чем вращается коленвал, который вон там внутри. Уж не знаю, зачем такой изврат сделан. В общем, всё это сделано, как я понял, для уменьшения размера, для компактности. Не могу отойти от шока. Шоковый двигатель просто. Так, но это какая-то роскошь. Это, я так понял, какая-то стартовая панель. То есть можно встраивать в самолёт и запускать что-либо. Включать какие-то огни, закачивать, например, топливо. Вкыл-выкыл. Эти вот разъёмчики стандартные. Тут какая-то затычка-заглушка, видимо, для заправки. Она как-то не очень вставляется. Видно, она должна быть масляцем смазана. Очень красивая штука. Я на алиэкспресс пару раз порывался такое покупать. Но оно стоит немалых денег. Здесь даже насос есть. Я, кстати, не знаю, этот насос для закачки топлива, либо он там внутри для чего-то нужен. Вот понятия не имею. Насос прикольный. Ну а вот механический насос такой у меня есть. Он верой и правдой очень долго работает. Но боюсь, что уже можно было в его и заменить. Тем более есть такой вариант. Столько много насосов. Это же прекрасно. Далее идем. Видно стартер для ДВС. Опять же, прям точно такой, как у меня. Хотя их видов просто миллион. Видно, это хороший какой-то. Но у меня он доходной. Его уже стучать приходится, чтобы он работал. Думаю, этот вообще похож на новый. Будет работать нормально. У меня просто щетки подгорели. Поэтому я пару раз перебирал. Но пластмасса потеряла свою геометрическую форму правильную. И она уже не очень. А дальше у нас двигатель бензиновый. На эту штуку по-любому тоже обязательно будет обзор. Обязательно. Давайте посмотрим, что здесь есть. Под бензиновый двигатель обязательно нужны мозги. Вот они мозги. Я надеюсь, там расписано, как что подключается. Моторамка качественная, алюминиевая. Алюминиевые моторамы не ломаются. Я самодельные делал. Пластмассовая сломалась сразу. Самодельная не ломается. В коробочку смотрим. Здесь карбюратор. Тут я смотрю. Раз карбюратор. Два карбюратора. Три карбюратора. Свечку посмотрим. Вот она свеча. Свеча довольно-таки большая. Я так подозревал, что такие свечи на скутерах стоят. Оказывается и на модельных движках. При всём при этом у меня есть свеча. Сейчас я вам покажу, какого размера. Чтобы вы представили и сравнили, какой должен быть двигатель, чтобы туда ставить такую свечу. Потому что эта свеча... Во какая! А эта от Алексея гораздо меньше. Вот тут сам движок. Показать бы вам размеры. Вот баночка с под Pepsi. Размеры такие. Баночка сварная. Есть колечко, видно внутри. Сильно не буду крутить, наверное. Двигатель большой. Карбюр. Даже вот подсос тут. Все дела. Карбюры разные, как я смотрю. Кстати, самолет под такой двигатель не такой уж и большой надо делать. Где-то 1,8 метра крыло. Надо отходить от шока всех этих презентов. Серия снималась очень долго. Когда будет следующая серия, я без понятия, друзья. Ну а на этом всё, ребята. Всем огромное спасибо. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok